Накануне Нового года в Мемориальном музее космонавтики решили отметить круглую дату в истории поколения космоса. Четверть века назад, в декабре 1988-го, на Землю вернулись Владимир Титов и Мусам Анаров. На станции «Мир» космонавты проработали год, точнее 365 суток и 22 часа. Они доказали, что долгие космические вахты по силам землянам. Экспедиция годовая. Работали с тремя кораблями. Союз ТН-4, Пятый и Шестой. Три раза на правах хозяев Титов и Манаров принимали союзы с гостями и провожали их домой. Это был рекорд, который долго сохранялся не только в нашей стране, а в мире. Уникальнейший полет и выполнен он был с хорошим очень качеством. Ну и так получилось, что под занавес этого полета наш экипаж прибыл на эту станцию. И я вместе с Крикалевым и Жанну Кретьеном заменял этот экипаж на орбите. Опыт первой годовой вахты на орбите важен и сегодня. В 2015 году на МКС полетят космонавт Роскосмоса Михаил Корниенко и астронавт НАСА Скотт Келли, чтобы проработать на станции календарный год. Однако самое главное – это возвращение на Землю, к которому космонавты готовятся задолго. Во-первых, подготовка к возвращению что означает? Если впереди длительный полет, а у нас все полеты сейчас длительные, это означает то, что надо поддерживать свою физическую форму. Физическую форму поддерживают настолько, чтобы сил хватило на посадку. Почин к длительным полетам 40 лет назад положил экипаж корабля «Союз-9». Андриану Николаеву и Виталию Севастьянову предстояло провести в невесомости почти 20 дней. Медики не знали, что будет с человеком на орбите. После возвращения космонавты с трудом могли двигаться. Именно этот полет подтолкнул к разработке специальных методик и тренажеров. Только через 15 лет были разработаны меры профилактики, которые помогали организму адаптироваться к долгому пребыванию в невесомости. Вот тогда на корабле «Союз-ТМ-4» и отправились на орбиту Владимир Титов и Мусамонаров, чтобы на практике подтвердить методику врачей. Это был эксперимент. После этого полета было принято решение, что космонавтов можно посылать и на более длительный срок. Для чего это было? Чтобы готовить экипажа к полету на Марс. Чтобы полететь на Марс и обратно, необходимо было два года. И вот после этого полета было заключение, что можно более длительно делать полеты, но не было заключения, что можно еще на Марс. Мировой и пока не превзойденный рекорд по длительности пребывания на орбите у космонавта и врача Валерия Полякова. 437 суток он бессменно тестировал свой организм на орбитальном комплексе Мир. Результаты его полета очень были интересны, потому что это практически было три длительных экспедиции под наблюдением одного врача. Это надо понимать, что уникальная информация, которой у нас ни до, ни после этого полета уже не было. Я тогда увидел, что летать можно очень долго. По крайней мере, по орбите можно летать очень долго. Достаточно по длительности, чтобы долететь до Марса. Вот знаете, сколько за 438 суток по дальности я налетал 280 миллионов километров. И это хватает с запасом, чтобы долететь до Марса и вернуться обратно. Сразу после полета космонавты с трудом стоят на ногах. Мышцы отвлекают от земной гравитации. Поляков же на собственном примере доказал, что можно быть в форме и во время, и после длительной экспедиции. Сейчас с невесомостью уже научились справляться. Однако есть и другие риски для здоровья, которые могут проявить себя в длительных экспедициях. Сегодня вернувшихся из космоса медики подвергают дополнительным проверкам. Космонавты должны не просто стоять и ходить на еще не окрепших ногах, а преодолевать препятствия. Так медики выясняют предел резервных возможностей организма. Делается это из практических соображений. На самом деле мы понимаем, что он сможет работать. Нужно просто уточнить вот эту границу, что он сможет, что не сможет. Потому что экипаж на самом деле тренируется каждый день в полете для того, чтобы в случае приземления в аварийном каком-то режиме уметь себя обслужить до прибытия спасателя. Годовой полет на МКС, который планируется в 2015 году, поднял много вопросов. От питания до личной гигиены. Сегодня космонавты для своего туалета используют подогретые влажные салфетки. Скорее всего, для долговременной экспедиции на МКС в космос должна вернуться баня. По типу той, что была на советской станции «Мир». Экипаж будущих долгожителей «Орбиты» уже приступил к тренировкам. Особое внимание к психологической подготовке. Нелегко за 12 месяцев командировки встретить, вместе проработать, а потом и проводить домой четыре экипажа Российских Союзов. То есть мы будем летать год со «Скотом», а к нам будут приезжать и уезжать экипажи, ротироваться. Знаете, как дальние родственники, когда приезжают. Вот примерно так. Михаил и «Скот» знакомы давно. Вместе проходили подготовку в составе 23-24 экспедиции на МКС. Теперь вновь готовятся жить и работать на орбите, как добрые соседи. В первую очередь, конечно, это бонусы такие научного характера. Но это наша профессия, мы должны это делать. Я прекрасно понимаю, что это нелегко будет. Мало того, это будет трудно пролетать год. Но я надеюсь, что это окупится, когда люди полетят дальше. В годовом эксперименте примет участие брат-близнец Скотта Келли, тоже астронавт НАСА, Марк. Эта пара близнецов – единственная среди всех звездных отрядов. Марк Келли в космос не полетит, а останется на Земле, выполняя роль контрольной группы. Сравнивая состояние организма братьев Келли, ученые хотят узнать, какие именно изменения происходят с человеком в условиях микрогравитации. Будет очень важно сравнить те данные, которые мы получаем в полугодовом полете с годовыми, и сравнить с тем опытом, который мы уже получили в годовом полете 25 лет назад. То, что еще 40 лет назад казалось фантастикой, воплощается в реальную жизнь. Земляне еще на один шаг приближаются к будущему, предсказанному Константином Циолковским. Земля – колыбель человечества, но нельзя все время жить в колыбели. ОТВ ОТВ